Добрый вечер. Это «Наше время». Итоговый выпуск на сегодня в студии Каролина Король. И прямо сейчас важно узнать о таком. Вооружение для защиты. Украина и Дания заключили ряд соответствующих соглашений. Общая сумма закупок оборудования у украинских оборонных компаний около 535 миллионов евро. Под ударом. В Запорожье и Кривом Роге фиксируют последствия российской террористической атаки. Есть погибшие и раненые. Вот все вылетело, дверь вылетела. Очень страшно. Мы из Орехова уехали, когда нам дом разбили. И вот тут такое. Санкции против Москвы. Кремль пытается адаптироваться к уже объявленным ограничениям. Поэтому 15-й пакет будет направлен на усиление мониторинга исполнения. Несломленный Херсон. Два года со дня освобождения города, который пережил почти 9 месяцев жестокой оккупации. Увеличить количество мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Такое решение приняли на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Его провел президент Украины Владимир Зеленский. В своем традиционном вечернем обращении он подчеркнул, что Украина нуждается в разрешении на дальнобойные удары от партнеров. Фронт. Прежде всего, это наше Кураховское направление. Другие направления также в Донецкой области. Внимательно относительно Курской операции. Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск. 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, привлеченного к этим боям. Также я хочу отметить все наши силы, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество, применяемое оккупантом артиллерии, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров, от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России. Провел сегодня ставку. Несколько вопросов было. Основное – защита нашего неба. Есть неплохие результаты по укреплению ПВО, и будем наращивать соответствующий опыт. Мы готовим дальнейшее организационное и техническое усиление системы мобильных огневых групп, а также работы с дронами. Очевидный приоритет. Также президент Владимир Зеленский провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Главная тема переговоров – это дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС, увеличение военной помощи, в частности, завершение всех процедур по предоставлению Украине 50 миллиардов долларов в соответствии с решением G7. Боррель подчеркнул, что Европейский Союз делает все возможное для поддержки Украины. Я напомню, что утро понедельника Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретил в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги в Киеве. Накануне дипломат посетил село Ягодное в Черниговской области, которое пережило российскую оккупацию. Захватчики в течение месяца удерживали 370 человек в школьном подвале площадью 170 квадратных метров. Также Боррель ознакомился со строительством фортификационных укреплений в приграничье. Усиление помощи Украине станет ключевой темой встреч министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стана. Он также отметил, что ЕС продолжает поддерживать мирные усилия Украины в достижении справедливого мира и одновременно законное право Украины на самооборону. Позиция ЕС относительно мира и победы Украины в ее правомерной борьбе за выживание и в праве на оборону очень четкая. Украина должна выиграть эту борьбу. Любая договоренность, которая будет достигнута, должна основываться на справедливом мире, учитывая тот факт, что Украина является жертвой преступной агрессии. Другими словами, ничего об Украине без Украины. 14 человек получили ранения четверых, трое из которых дети. Целый день ищут под завалами. Попреждены более 30 многоэтажных домов и десяток автомобилей. Это все последствия российского удара по Кривому Рогу. Ракета попала в один из подъездов пятиэтажного дома, полностью разрушив квартиры на всех этажах. Как люди пережили очередную атаку России, в материале моей коллеги Натальи Гусак. Армия РФ нанесла очередной ракетный удар по Кривому Рогу после 10 утра. Александр жил на втором этаже в подъезде, который полностью разрушен. Говорит, планировал работать из дома, но откликнулся на просьбу о помощи и уехал на несколько часов. Мне стали звонить знакомые, друзья, Саня, ты как? Потом в группе со владельцев дома спрашивали, живы, не живы? Тогда уже стал бежать. Прибежал и вижу вот это все. Балкона у меня нет, все рамы вылетели. Ну и домашняя бытовая техника пострадала. Ирина у разрушенного подъезда несколько часов ждет новостей. На третьем этаже была квартира семьи ее сына. Теперь там только руины. Под ними ищут четырех жильцов. Невестка и трое внуков. Десять, два с половиной года и два месяца девочка. Сын живой остался. Он вышел в другую комнату. А они все вчетвером были вместе. Я надеюсь, что они живы. Может, там под завалами где-то. Завалами, десь их прикрыло. Чем-то они живы, залишили. Все это время с людьми работают психологи. Говорят, самое тяжелое в таких ситуациях – неизвестность. Мы сами смотрим, подходим, мониторим, смотрим, наблюдаем и подходим к людям, которые больше всего нуждаются в помощи, которые дестабилизированы. Это видео жильцы разрушенного подъезда сняли спустя несколько минут после ракетного удара. Люди уцелели, а их квартиры нет. Соседи с четвертого, постучите в авария. Не иди сюда, на тебя завалится. Квартира Андрея в доме, расположенном напротив разрушенного подъезда. В момент удара дома мужчины не было. Иначе, говорит, его бы посекло осколками. Вылетали все окна. Полностью. Вылетели все окна. Полностью. Балкон тоже. Все разбито. Ничего не закрывается. Надо идти сейчас, оформлять помощь. И закрывать все изби плитами, чтобы хоть как-то было тепло в квартире. В следствии ракетной атаки в Кривом Роге повреждены 35 многоквартирных домов. Пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Трех человек госпитализировали. Это баллистика. Баллистика с Крыма. По типу ракеты. На месте работают специалисты. Они установят тип ракеты и потом дадут официальную информацию. Целый день жильцы поврежденных квартир забивают окна и выносят осколки разбитых стекол. Все необходимые материалы им выдают в штабе помощи. А тем, кому необходимо, предоставляют временное жилье. Пятеро погибших в Николаеве. Ночью Россия атаковала город дронами типа Шахет 131-136. В результате возникли пожары в многоэтажном и частном доме. Их оперативно потушили. Как сообщили местные власти, один частный дом разрушен. Несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина. Произошел прорыв теплосети. Также есть отключение от теплоснабжения и газоснабжения. Один человек погиб. И более 20 жителей Запорожья были ранены в результате атаки путинских террористов на город. Ночью российские оккупанты сбросили на мирные кварталы три авиационные бомбы. Повреждены жилые дома, спортивный корпус и общежитие одного из университетов. По мнению экспертов, россияне сбросили на город авиабомбы ФАБ-500. Последствия ударов видели наши корреспонденты. Российские военные сбросили бомбы на Запорожье около половины второго ночи. Одна из них упала на территорию университетского городка, в считанных метрах от здания общежития. В комнате Ирины взрывной волной выбило окно и двери. Окно вылетело, дверей нет. По осколкам я пошла в коридор, там лежал мальчик, ему было очень плохо. Собрали вещи и ушли. Ну то есть там было все очень печально и страшно. Надежда проснулась от взрыва и успела увидеть, как над кроватью летит выбитое окно. От шока даже не успела испугаться. Бросилась искать свою кошку-булочку. Двери во всем общежитии выбило. Оказалось, кошка убежала в комнату соседей и забилась там в угол. С кошкой теперь будут жить у друзей, пока общежитие не отремонтируют, говорит Надежда. Спали. Открываем глаза, сразу же видим дым. Окно пролетает над головой. Мы поднимаемся. Я в первую очередь начала искать кошку. Я уже не переживала за себя. Главное – кошка. Часть комнат в общежитии занимают переселенцы. Людмила живет с мужем. Ей 78 лет, ему 83. Супруги уехали из прифронтового Орехова, когда российский снаряд разрушил их дом. В Запорожье все повторилось. Вот все вылетело, дверь вылетела. Очень страшно. Мы из Орехова уехали, когда нам дом разбили. И вот тут такое. В результате ночной атаки погиб 70-летний мужчина. От прямого попадания бомбы частично разрушен двухэтажный дом. Взрывы повредили около 40 многоэтажек. Без жилья остались более 300 человек. Сейчас на месте взрывов коммунальщики закрывают выбитые окна деревянными щитами, вывозят обломки и готовят здание к ремонту. Два российских дрона накануне залетели на территорию Молдовы. По результатам экспертизы, проведенные молдавскими специалистами, это были шахеды российского производства. Но они были без взрывчатки. Это были фальш-дроны, которые запущены для отвлечения украинской ПВО. По дальним главного управления разведки Министерства обороны Украины эти БПЛА гораздо меньше и дешевле дронов шахед-136. Но из-за специальной линзы, это напечатанный на 3D-принтере и обернутый фольгой шар, радары их видят как большую цель. В ГУР отметили, что исследование этих так называемых пародий показало, что даже примитивный фанерный дрон Россия не способна изготовить самостоятельно, так как модуль полетного контроллера содержит компоненты, изготовленные иностранными компаниями. Отреагировала на российские дроны президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что беспилотники не представляют опасности для граждан, однако призвала жителей сохранять бдительность. С первого дня войны мы делаем все для защиты воздушного пространства Республики Молдова. В том числе провели закупки, чтобы обнаруживать и не допускать ситуации, создающих опасность для граждан. По сообщениям специалистов, эти дроны не представляют опасности для граждан, но продолжаем сохранять бдительность. Следует приобрести необходимые технологии, чтобы защитить всю страну, чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности. Пока эти вещи не представляют опасности для Республики Молдова, но сам факт войны у границ и пролет беспилотников над нашим воздушным пространством – повод для беспокойства. Майя Санду, президент Молдовы, в комментарии к Государственному информационному агентству Молдовы Молдпресс. 125 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток. Подробнее ситуация на передовой в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил подразделения, которые участвуют в боевых действиях на Курском направлении. Важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены. Если бы не стойкость наших воинов, эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте. Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы контролируем. Наша задача на этом направлении – сдерживать и уничтожать врага на его земле. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, в Телеграм. Тем временем на линии фронта российские оккупанты атаковали на Торецком направлении Щербиновку и сам город Торецк, а на Катериновку, Петровку и Константиновку сбросили авиабомбы. Высокая активность противника сохраняется и на Покровском направлении, в частности в районе Селидова, Миролюбовки, Григорьевки и Лысовки. Сложная ситуация также на Кураховском направлении. Активные бои идут вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки. На Времевском направлении боестолкновения зафиксировали неподалеку Трудового, Макаровки, Новодаровки и Зеленого поля. Следует отметить успешные действия вооруженных сил Украины на Лиманском направлении. За последние несколько суток вооруженным силам Украины удалось провести ряд успешных контратак в районе населенного пункта Белогоровка и восточнее НИУ. И причем вернуть опять-таки под контроль вооруженных сил Украины несколько ключевых ранее утраченных позиций. Есть продвижение вооруженных сил Украины и в Серебрянском лесничестве. То есть можем говорить о том, что несмотря на все усилия российских оккупантов в прорыве украинской обороны на данном направлении вооруженные силы Украины демонстрируют не только успешный характер активной обороны, но и соответственно имеют тактические успехи. Тем временем российские оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища. Из-за этого есть угроза затопления для жителей населенных пунктов как Донецкой, так и Днепропетровской областей. Осмотреть дамбу пока невозможно из-за обстрелов. Уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на метр двадцать. Подтопление жилья пока не зафиксировано. Мы продолжаем мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий. Вадим Филашкин, глава Донецкой областной военной администрации, в Телеграм. На фронте украинские защитники продолжают отбивать штурмы противника. Умелое применение артиллерийских средств и беспилотников позволяет пограничникам отбивать атаки, нанося российским оккупантам ощутимые потери. Подразделения боевых бригад Помста и ГАРД, а также пограничные комендатуры быстрого реагирования ШКВАЛ, держат позиции в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Благодаря слаженным действиям пограничники также неоднократно брали в плен российских оккупантов. Тем временем штурмовой вертолет Ми-24 сожгли в Московской области РФ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Это многоцелевой ударный вертолет. Его особенность – сочетание функций боевого и транспортного средства, способного перевозить до восьми десантников. Конструкция Ми-24 позволяет выполнять задачи по поддержке наземных сил, проведению разведки, а также оказывать медицинскую эвакуацию. В ГУР напомнили, за каждое военное преступление, совершенное против Украины, российских оккупантов ждет справедливое наказание. 1770 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли почти 711 тысяч человек, сообщили в генштабе ВСУ. Также уничтожены 4 танка, 40 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы и 57 беспилотников. Кроме того, украинские защитники сожгли более 119 единиц автомобильной техники противника. Украина и Дания заключили ряд соглашений на закупку оружия. Как отметили в Министерстве обороны Украины, соглашения предусматривают закупки оборудования у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 миллионов евро. Финансирование будет осуществляться правительствами Дании и Швеции, а также за счет процентов от замороженных российских активов. Согласно договору, украинские производители, как государственные, так и частные, поставят вооруженным силам Украины самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие и ракетное вооружение. Благодаря датской модели, которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 миллионов евро, и этими средствами оплачено производство самоходных артиллерийских установок «Богдана». С начала октября Украина получает снимки, сделанные спутниками САР в рамках сотрудничества немецкой оружейной компании «Рейнметал» и компании «САР Айсай». Предприятие объединили усилия для помощи Украине в сентябре. Об этом сообщается на сайте «Рейнметал». В компании отметили, что эти снимки дополняют другие данные разведки, полученные с других датчиков. Особенно из спутников САР в том, что они могут делать изображения высокого разрешения, независимо от погодных условий или времени суток. Также они очень детализированы и позволяют идентифицировать даже самые маленькие объекты на земной поверхности. В Украине начинает работу миссия МВФ. Она будет работать для подготовки шестого пересмотра программы. Я напомню, что в октябре Украина получила от МВФ 1,1 миллиард долларов. Это уже третий транш Международного валютного фонда с начала года. Украина получила 900 миллионов долларов в марте и 2,2 миллиарда долларов в июле. Общая сумма с начала года достигла цифры в 4,2 миллиарда долларов. Новый 15-й пакет экономических санкций в отношении России анонсировали в Брюсселе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Москве удается адаптироваться к ранее введенным против нее ограничениям. Поэтому целью 15-го пакета станет борьба с обходом санкций. Подробнее в материале. 5 октября вблизи Константиновки Донецкой области прогремели взрывы. Там сбили летательный аппарат. Очевидцы предположили, что упал российский самолет. Но после анализа силуэта в процессе падения и обломков аппарата специалисты пришли к выводу. Скорее всего, россияне дружественным огнем сбили не истребитель, а свой новейший боевой беспилотник С-70 «Охотник», который нес авиационную бомбу у МПБД-30. БПЛА еще не введен в серийное производство. У России было только 4 прототипа, каждой стоимостью 15 миллионов долларов. Анализ строения российского БПЛА-С-70 «Охотник» показал, для создания этого оружия государство-агрессор, несмотря на санкции, использовало компоненты, изготовленные западными компаниями. В частности, в российском «Охотнике» обнаружены микроэлектроника и другие технологические составляющие производства компаний. «Аналог Девайсис», «Тексис Инструментс», «Иксилингс ЭМД США», «Инфинион Технологис», «Германия», «СТ Майкроэлектроникс», «Швейцария». Из сообщения Главного управления разведки Минобороны Украины в Телеграм. Западные компоненты есть в каждом российском БПЛА и в каждой российской ракете, убежден глава украинской разведки Кирилл Буданов. Из-за экспортных ограничений западных государств, Москва покупает их через компании, зарегистрированные в третьих странах. Если вы откроете какую-либо из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов. Компании могут говорить, что они ничего не продают в Россию, что они просто продают каким-то свидетелям. Но это не изменяет того факта, что эти части попадают в Россию в огромных объемах. Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины. Комментарии агентству «Блумберг». Единственный способ помешать российской армии атаковать территорию Украины остановить поток в Федерацию полупроводников. Но это трудная задача. В «Блумберг» попытки пресечь работу компаний-прокладок сравнивают с игрой в кошки-мышки. Как только фирма попадает в черный список или оказывается под вторичными санкциями, на ее месте тут же появляются другие. По данным украинской разведки, если не будет соответствующего реагирования или предотвращения, в 2025 году Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны ЕС вместе взяты. Поэтому надо уже сейчас стратегически осмысливать это и предотвращать. Министр иностранных дел Украины уточнил, что предотвращать необходимо функционирование российского теневого флота. Это сотни устаревших или дефектных танкеров, зарегистрированных вне юрисдикции стран, которые ввели ограничения на российскую нефть и застрахованных только формально. С их помощью Федерация продает нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Такой прайская пустановила «Большая семерка». Борьба с обходом России введенных ранее ограничений станет целью 15-го пакета санкций Евросоюза. Нам нужно усиливать меры противодействия обходу санкций, потому что Россия не может производить ничего без иностранных запчастей, чипов, компонентов. Нам нужно использовать санкции, чтобы изолировать промышленные способности России, чтобы у них не было возможности импортировать нужные компоненты из других стран. Частью 15-го пакета санкций ЕС могут стать и ограничения относительно российского сжиженного природного газа. Сегодня его отгрузка в портах Евросоюза запрещена, но покупка все еще нет. Издание «Политика» пишет, что Брюссель, вероятно, начнет активную работу над новым санкционным пакетом в январе 2025-го, когда Венгрия закончит свое председательство в Совете ЕС, и у руля окажется Польша. Польша будет вести переговоры с США и НАТО о расширении зоны применения противоракетного щита Североатлантического альянса. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиня-Камыш. Он подчеркнул, что Польско-Американский Союз очень прочь, на чем свидетельствует открытие в ближайшую среду базы ПРО США в Редяково. Министр добавил, что это не просто американская инвестиция, это деятельность всего НАТО. Мы будем говорить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютой и нашими друзьями из США о расширении операции по созданию противоракетного щита. Владислав Косиня-Камыш, вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши. Европа без промедления должна усилить помощь Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Аналина Бербак. В частности, она настаивает на усиление противовоздушной обороны Украины из-за того, что Россия ежедневно начала атаковать рекордным количеством беспилотников. И, по словам Бербак, в интересах безопасности европейских государств увеличение расходов на собственную оборону, так как 2% ВВП при нынешних обстоятельствах уже не будет достаточным. Ровно 2 года назад украинская армия освободила Херсон. Единственный областной центр, который удалось захватить российским войскам за время полномасштабной войны, он пережил почти 9 месяцев жестокой оккупации. Отступив, путинская армия оставила после себя разграбленный город и теперь каждый день ведет по нему огонь. За этот период, чуть менее двух лет, вследствие российских обстрелов на правубережной части области погибло около 700 человек, из них 12 детей. Более 3,5 тысяч мирных жителей получили ранения. Вопреки всем этим ужасам Херсон живет. Подробнее в материале. Херсон. Так город выглядит сейчас. На противоположном левом берегу российская оккупация. Сбежав по ту сторону Днепра 2 года назад, российская армия теперь ежедневно атакует освобожденный город. Как в отместку за позицию местных жителей, которые в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 22-го года долго сопротивлялись захвату областного центра. Мы любим свой Херсон. Мы стояли за него, ребята стояли за него. Херсон жил, жив и будет жить. Это всегда был и будет украинский город. Наталья занимается волонтерством с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Прилагает максимум усилий, чтобы помочь всем – военным, мирным жителям и животным. Коляска. Мы получили гуманитарную помощь для Херсона от наших друзей, от девчат Салерна из Италии, которые нам постоянно присылают эту помощь. Потому что в Херсоне очень много маломобильных людей, людей пожилого возраста, стариков. Присылают помощь для детей, несмотря на то, что город под постоянным обстрелом, но продолжают рождаться детки. С каждым днем на улицах города все меньше людей и все больше разрушений. В большинство квартир уже давно не попадает солнечный свет. Окна забиты фанерой. Ставить новое бессмысленно из-за ежедневных обстрелов, говорят жители. К ударам ракет и артиллерии добавилась новая беда – ударные дроны. Это Сахарок. Он показывает частоты, когда сверху летают дроны. Он показывает количество дронов, какие дроны там, мавики. А вообще, когда едем, глаза вверх, голова вверх, окна открыты, прислушаемся к звукам. Потому что сверху над нами летают дроны, как птицы, как вороны. И может в любую минуту быть скид. От этого никто не застрахован. Фактически рискуя жизнью каждый день, люди выходят на улицу для того, чтобы сделать свои насущие дела, купить продукты. Мишенями дронов стали сотни херсонцев. Больницы переполнены ранеными. Когда мне зашивали голову, врач говорила, наверное, у женщины ангел-хранитель хороший. С такими ранами не довозят до больницы. Да, конечно, я сильно пострадала. Я радовалась жизни, я работала, люблю вышивать, вязать. За тот период, что мы были в оккупации, и сейчас под этими обстрелами я много картин вышила. Сейчас навязала военным носков. И девчатам тоже. Так что буду передавать. Помогаю. Чем могу, тем и помогаю. Я всегда на позитиве. Подруга звонит, спрашивает. Ненулечка, но что, мы день победы встретим? Говорю, конечно, встретим. Я уже приготовилась, огурцы закатала, помидоры закатала, перец с медом сделала. Конечно, встретим. Сейчас в Херсоне остается около 80 тысяч человек. Это в пять раз меньше, чем было в мирное время. Все они вынуждены жить и работать в условиях постоянной опасности. И даже в таких реалиях здесь открыты супермаркеты, сервисы доставки и такси, кафе и салоны красоты. Давайте отойдем, может быть, девчонки могут опоздать. Такие, вы извините, у нас обстрел, там был чуть-чуть, все равно прибегают. Херсон – город по-настоящему смелых людей. Бронежилет стал обязательной частью спецодежды врачей, водителей транспорта и коммунальщиков. Город меняется, адаптируется к постоянным обстрелам. Но неизменным остается настроение херсонцев. Да, страшно, но оккупация страшнее. Мы знаем, что и наши работают, работают наши мальчики. Ждем, конечно, возвращения нашего левого берега. Херсонцы верят и ждут, что вскоре вся область вернется под контроль Украины. Что, как и здесь два года назад, жители Каховки, Олешек и других городов выйдут на улицы праздновать освобождение. Наконец, открыто развернут сине-желтые флаги и будут вместе исполнять гимн Украины. А пока на левом берегу Днепра он звучит разве что из колонок украинских беспилотников. Просто направьте на него камеру вашего смартфона и перейдите по ссылке. Ну и, конечно, призываю вас и далее оставаться вместе с Фридом. В наше время важно оставаться на стороне правды.